Парень молодой пропал в соседнем районе. Девушка, 35 лет, лес. Ребенок, 7 лет. Что происходит? Я старше группы. Ответственность на мне. Ты же знаешь, что он псих, но он выполнит свою задачу. Субтитры делал DimaTorzok Здравствуйте. Здравствуйте. Вы смотрите «Историю на ночь». Ты должен был быть Евгений Декаменогорский. Как там камень? Как на французском камень? А я не знаю. Блин, а как на французском камне? Как на французском камне? Пишите в комментариях. Как на французском камне? Томми, загугли. Я уже. Вы смотрите «Историю на ночь». Это значит, ваша жизнь повернула туда, куда надо. Факт. Факт. Это факт. Если вы сидите сейчас и это не слышите, и смотрите такие «О, шоу биографии, а потом еще и косы ползиглядные». Это был поворот. Не туда. Понимаете? Да, кстати, моя личная просьба всем зрителям «Истории на ночь», всем почитателям нашего творчества, если можно, от меня, от Женьки, от Томми, пишите, пожалуйста, в комментариях под биографией. Под биографией, да? Да, биографией, да. Биография, да. Пишите, как это там. Напишите вот так. Какое классное шоу. Очень его люблю и восхищаюсь ребятами. Спасибо за то, что вы делаете. Точка. Это я про «Историю на ночь». Так прям, перейди по-брански. Пожалуйста. Это будет сильно классно. Самое главное – подло. То, что мы ценим больше всего. Потому что когда… В наших зрителях мы ценим подлость. Потому что когда нас потом продюсеры биографии напишут, парни, зачем вы подговариваете людей писать такое? Мы скажем, ты что, дурак? Что? Мы такое не подговариваем. Они вырежут именно этот кусок, покажут им и скажем, это, ну, это постсурония, чел. Ну, это постсурония. Это диплэйс. Круто, когда можно закрыться постсурония. Это, камон. Ты что, реально? Ты реально? Ты что, камон. Так мы скажем. Я побывал совсем недавно в Махачкале. И поэтому я хотел бы, если вы не против, от нас отдельное обращение к нашим поклонникам из Дагестана. Потому что я увидел своими глазами преданнейших фанатов истории «Надж». Мне очень приятно передать именно им большой привет, потому что это люди, которых я, ну, я внешне, я такой, я понимаю, никогда не стоит судить по внешности. Но я никогда не думал, что наш вот этот вот камерный подкаст смотрят люди, которого ты запросто можешь представить где угодно в любых обстоятельствах, кроме за просмотром подкаста. Ну, это, это твои эти, видишь? Стереотипы. Стереотипы. И они смываются. Смываются. Да. Круто. Дагестан. Дагестан, большой привет. У вас очень круто. Дагестан. Гамарджоба. Блин, вот, конечно, как раз начнут эти традиции все. Гамарджоба. Дагестан. Я тебе рассказал, в Казахстане я, короче, когда выступал, у меня был концерт в Казахстане, и я думаю, надо приколку это сделать. Я скажу, такой, Казахстан, Гамарджоба. Типа вообще не понимаю, куда приехал. Да, да. Тебе понравилось? Тебе понравилось там? Мне сильно понравилось в Казахстане. Я от концерта в дичайшем восторге. Очень, очень мне понравилось. И еще мне сказали, что первые традиционные древние аварцы, они все рыжие и светлоглазые. А, ну ты же аварец. И все, и теперь я аварец, если что. Рыжие и все. Ну, в целом, да. А, Томас, ты же бывал тоже в Дагестане? Бывал в Дагестане, мне понравилось. Понравилось? Да. Ну, чувствовал себя там не потому что, но был немножко шуриком из Кавказской пленницы. Реально? Почему? А это вы, вот здесь у вас ключевое блюдо, вот это. Насколько я понимаю, данный регион где-то 16-18 народностей. Наверняка у вас есть какое-то ключевое блюдо, вот по поводу которого вы спорите. И они такие, ты что, брат? И все, я уже сижу, слушаю про хинкал. Сильно. Какой тебе хинкал понравился больше? Я не буду отвечать на этот вопрос. Я опытный путешественник. Я сел за стол, и это был, я разыграл комедийную бомбу. Мы сели за стол, и я предварительно, вызнав, что все за столом аварцы, я говорю, слушайте, а правда самый вкусный хинкал лакский? И это была вот такая реакция. И ты просто сидишь и такой, да, я же знал, куда я это забрасываю. Прикольно, прикольно. Всегда есть блюдо какое-то, из-за которого конфликтуют. Блин, вот бы я хотел, чтобы какое-то блюдо было народное, там, ну, на Кавказе. И у всех там хинкал, там пироги, там разные штуки. И какой-то народ, который, а у нас чизкейк. Кавказский чизкейк. Это наше блюдо, чизкейк. Ну, кстати, Расул скромничает, не рассказывает, но я недавно читал, что балкарцы с мексиканцами спорят за происхождение такос. А коп, это наше блюдо. Они у нас его украли. Вместе с кукурузой. Традиционный балкарский. Я в Нальчике только хотя бы что-то такос поеду. Блин, приехать в Нальчике и не попробовать такос, чувак. Да это же реально запустить вот эту штуку. Ну, просто вот слух. Да можно, может, почему нет. А почему ты начал на французском этот выпуск? Томас, ты как всегда очень наблюдательный. Так, так. Потому что с темой нашего сегодняшнего выпуска это никак не связано. Вау. Это я сделал, чтобы запутать вас. Ты серьезно? Я провести вас замыс хотел. Я вас провел. Он провел нас. Я вас провел, потому что мы сегодня Томас обсуждаем. Попробуйте угадать. Давайте я наведу вас. Давай. Это личность, значит, ныне живая. Ныне живая. Ныне живая личность, да. Эта личность повлияла на мировую культуру. Конца 20-го, начала 21-го века. И эта личность, пожалуй, в какой-то момент времени была одной из самых одиозных и обсуждаемых. Чуть ли не во всем мире. Эта личность была как-то связана с технологиями, может быть? Определенно. Определенно. Это Стив Джобс. А твой вариант? Блин, мне очень тяжело делать вид, как будто я не знаю, о чем тема. Ну, пускай это будет. Это если ныне живущие. А, ныне живущие. Алло. Стив Джобс. Он, конечно, жив. Илон Маск, получается. Блин, ну, я думаю, это этот, певец Оскар. Я думаю, это этот, как его, это наш или их них? Скорее наш. Наш? Скорее наш. Да, это, я считаю, это Родион Газманов. Сын Олега Газманова. Сын русского народа, в первую очередь. Я недавно придумал персонажа Олега Газлайтов. Так, и что он делает? Которые ему говорят, я люблю вот эту вашу песню, которую вы написали три года назад. А он такой, нет, не писал. Я никогда не писал. У него песня типа, ой, вы кони. Кстати, не мои, сколько они твои. Я никогда ими не обладал. Это самый слой. Как смешно. Ты морячка, я рыбак, и это твой выбор абсолютно. Я предлагал жить в одном месте, ты вот поехал, тебе карьера нужна. Все, я ничего не делал для этого. Какой неприятный. Сегодня мы обсуждаем биографию Бридни Спирс. Подожди, мы решили зайти на поле биографии? Нет. Мы решили показать, как делаются настоящие биографии. Подожди, даже, даже. Эй, а когда не биографии? Давай будем обсуждать и думать, как она могла повлиять на, как это может повлиять на будущую историю. Абсолютно. Я предлагаю рассмотреть ее в разрезе масштабной глобальной истории, а не просто поп-идола. Да. И легенда. У меня, сразу должен заметить, что у меня были две одноклассницы. Не думаю, что они смотрят историю на ночь. Обе Бридни Спирс. А? Обе Бридни Спирс. Они за них ноготочками. Да. Причем у них имена, ну это прекрасные имена, я в смысле без предрассудков, но имена Лиля и Кристина. И они как будто такие вот, и вот они были две подруги, и они были, они менялись так точно, как менялась Бридни Спирс. Вот так сильно подражали. И они на нее так были похожи в школе, и сейчас они на нее тоже очень похожи. Танцуют, выкладывают рилсы, танцуют в одних трусах. Ну да, да, да. Я просто сильно помню. То есть это не прикол, мы реально сейчас Бридни Спирс. Мы реально будем обсуждать Бридни Спирс. Но в разрезе истории, понял? Да. А в чем вы на превьюхе видоса будете одеты? Вау, круто. Это задание серьезное будет. Ну вы уже, люди, которые смотрят нас в этом выпуске, они уже знают, что вы одеты. Я бы хотел, обращаясь к Егору Куксе, он это уже не увидит. Ну ладно. Я бы хотел быть в образе отца Бридни Спирс. Может, я буду в образе... Джастин Тимберлейка. Да, да. Ты Джастин Тимберлейк? Я Джастин Тимберлейк. А я отец Бридни Спирс. Все, супер. Да. Потому что и мы о ней рассказываем. Четко. Я вообще не знаю, как выглядит, кстати, отец. Ну вот именно. Он может как угодно выглядеть, отец Бридни Спирс. Я поскольку я в ковбойской шляпе ходил. Давайте же узнаем. Бридни Спирс выросла в глуши американского библейского пояса в городке Кентвуд. Подожди, давай для начала. Ты знаешь, что такое американский библейский пояс? Что это такое? Американский библейский пояс? Я наверняка тебе научно не расскажу, но мы можем догадаться. Давай догадаемся. Давай догадаемся. Я думаю, что это вот эти чуваки, которые куда-нибудь путешествовали по Америке. Или гримы? Да, да, да. Вот с какого-то восточного на западное побережье. Там были какие-нибудь наверняка верующие. И они вот как шли, так и оставляли свою веру. И вот эта тропа стала поясом. Вау. Томи, а можешь загуглить пока? Так, так называется еще раз. Американский библейский пояс. Интересно. Пояс или поезд? Пояс. Пояс. Библейский пояс, это вообще... Библейский пояс. Библейский пояс, это, блин, читаха. Папа, раз, блин. Когда едешь, и оно... Все молитвы читаешь. Чтобы он доехал. И чтобы тебя не убили там. Библейский пояс. Регион в Соединенных Штатах Америки, в котором одним из основных аспектов культуры является евангельский протестантизм. Ядром библейского пояса традиционно являются Южные Штаты. Все, все, понятно. Такая сельская девчонка получается. Из штата Луизиана город Кентвуд. Ну, сельская девчонка. А как называются жители города Кентвуд? Кентвудчане. Дорогие кентвудчане. Кентвуд. Это получается лес кентов? Да. И все кенты друг к другу. Там лес кентов у меня. Население города две тысячи человек. Мешгер у лес. Известные личности, которые там родились, это Бритни Спирс и один из подозреваемых в убийстве Кеннеди. Ну, все, понятно, из какого местечка. Такая американская провинция, да, такая? Мать ее, Лин, Лин Спирс, школьная учительница. Отец Джейми, строитель и алкаш. Прямо так и написано? Ну, алкоголик. Офигеть. И они такие, да, как вы, да Джейми, ну стену надо было сделать же ровной. И он такой, а я начал и потом уже запил. Кладка, да? Кладка кривая. Она ровненькая. Он очень причем талантливый, знаешь, что тут строитель. Но когда выпей вообще почему-то. Это получается, у нее матушка, учительница, отец строитель алкоголич. Строитель алкоголич. Моя одноклассница и там один в один. Пока набор стартовый. Модель поведения, понятно. Денег не было особо, поэтому Джейми стрелял белок и зайцев на заднем дворе на ужин семье. Охренеть, охренеть. Вот так они жили. Шисть. Это какие, восьмидесятые? Это какие-нибудь восьмидесятые? Кстати, вот даже возраст... Наверное, да, я думаю, я на восемь с какого-то третьего, может, года. И впоследствии уже этот факт всплывет, когда у нас же будет поп-принцессой. И особенно растиражируется в СМИ до ее попадания в психлечебницу. Это в районе 2008 года. Когда все начали говорить, да, она ела зайцев белок стрелянных, она же просто, ну... И начали, да-да-да-да, ку-ка-я-ка. Она же ку-ка-я-ка. Начали говорить, что распространили миф, который уже был неправный, что отец собирал страс избитых животных и этим кормил их. А-а-а, блин, что? Ну, приукрасить, чтобы еще больше ее безумия. Ужас. Потом выяснилось, что это был миф журналистский. Но он решил приукрасить чуть-чуть, что не стрелял, а просто ходил и собирал, где кого сбили. Офигеть, офигеть. А также известный был миф о том, что у нее в семье были кровосмесительные связи. Мать Спирс решила отдать девочку в три года во все конкурсы, которые могла. Она в три года отправляет ее на театральный конкурс, песенный, танцевальный. Чисто на телеке. Вот мама, которая телек, только телек дома был. Воспитанием занимался только телевизором. Да, да, да. Моя дочка тоже вот так будет петь, танцевать. И там все всегда счастливо. Заявку не приняли. И она ее везде пытается пихать-пихать. До восьми лет она ее вот так везде таскает. И в восемь лет она уже начинает побеждать везде, куда она ее отправляет. И мать звонит знакомому в Нью-Йорк, агенту, который дали ей контакт. И она сказала, я просто даже не знаю теперь, что делать с этой гениальной девочкой. И он сказал, приезжайте в Нью-Йорк. Они решили, чтобы ее отправить туда, купить билеты. Они заложили свой дом. Блин, ты серьезно бедная. Мать набрала долгов, заложила дом. Они такие, ну 40 долларов все равно недостаточно. Врен, прикинь, какой вообще, какой это грустно маленькую девочку. Да, мы не хотим на тебя давить. Мы-то все ставки на тебя делаем. Мы заложили дом. Попробуй оплошать. Если что-то вдруг не так, заволнуешься, запереживаешь, забудешь слова. Просто мы погибнем с отцом. Мы погибнем с солнышкой. Если забудешь слова или что-нибудь там профукаешь, просто помнишь, что отец всегда оставляет один патрон. Господи. Ладно. Она едет туда, и мама говорит ей, ты должна стать величайшей поп-звездой. Так. Она отправляется на шоу Эдам Макмахана. Поиск звезды. И выступает там. Такой еще шотландец, да? Эд Макмахан. Потомок шотландца. Мой нэй же Эд Макмэн. Аферист точно. Да, да, да. Потомок афериста. Он потом переехал в Россию и начал бизнес-тренинги вести. Знаете, такой тип. Ну, он, нет, в смысле типаж такой. И он приезжает и ездит по всей России. И такой. Надо просто захотеть. Главное, продавайте. Не пистолет, продавайте убийство. И все такие. Господи, но это стоило миллион долларов. В клетчатом костюме. И она участвует в этом конкурсе. Поиск молодой звезды США. И занимает там второе место. Охренеть. Из скольки есть инфа? Из скольки нет, но второе. Она расстроилась? Она очень расстроилась. И ее после этого мать ее отправляет, как говорили СМИ и вообще разные эксперты, в самую главную токсичную кузницу молодых талантов. Потому что там на детей давили невероятно. Это как реалити, музыкальное реалити. Где с детьми очень жестко обращались. Никто не смотрел на их возраст. Это еще восьмидесятые, наверное. Там вообще всем наплевать на детей. Клуб Микки Мауса. Реально? Ты будешь петь, сука? Микки, ну ты же мой любимый. Заткнись, тварь, когда я говорю. Микки разговаривает. Вы все мои рабы. Я Микки Маус. И ей на тот момент было восемь. И она участвовала. И там выбирались, значит... Какой ужас. Я вообще не представляю. Люди для шоу Микки Мауса. Отбирались из восьмилеток. Для шоу Микки Мауса. У меня сыну девять. Ого! Много года раньше его куда-то отправлять. Еще в спину крикнуть. Мы дом заложили. Второе место. Несы. Мы второй дом заложим. А, у нас нет второго дома. Только первое. Только первое место нам подойдет. Не хотим давить сильно. И она... Какой ужас. Должна была выиграть в этом конкурсе. Получить роль в шоу Микки Мауса. Но ее не выбрали. И тогда мать начинает агрессивно таскать ее на кастинги телевизионных реклам. Это вот когда, знаешь, агрессивно, это когда в Ашане где-нибудь видишь эту маму, которая уже просто ненавидит своего ребенка. А он тоже мерзкий, на самом деле. Так ему руку отрывает. Ты можешь так громко не моргать. А он реально очень громко моргает. Как фильм «Лабиринт»? Да, «Лабиринт»? Ты сейчас сделаешь. Да, да, да. В глаза. Скриньте, скриньте, сделай. Скриньте, скриньте по-братски. Все. Новый стикер. Пак готов. Класс. И в итоге она снимается в нескольких телевизионных рекламах. «Майонез Махеев» и «Телелот». И ее приглашают в бродвейскую постановку. Вау. Безжалостный. Но в качестве дублера для опасных сцен. Серьезно? Она играет дуб... Ну, короче, не опасных сцен, а просто дублершей. Ее берут, но такие, но дублершей. Ага. И она будет главной... Там была девочка ее возраста, которая была главной звездой. И когда-то не могла, или что, использовали Бритни. Мазолену, да? Да. И эта мама такая, посмотрим на эту тварь, кто она там лучше, чем мы. Что она себе возомневает? И заходит такая девочка, такая, здравствуйте, вы будете моим дублером. Ну, ладно, хорошо, ха-ха. Это моя гримерка. Вы тоже чувствуйте себя, пожалуйста, как невероятно в гостях. Пройдите вот в тот уголок. И она такая, как ее вообще зовут? И она такая, я все слышал, меня зовут Натали Портман. Да, жизнь. Нет. Да. Это жизнь. Сильно удивляться. Да, да, да. Вау, Натали Портман. Вау, да нет. Вот тогда переплетено все. А когда не Натали Портман? Натурева, правда, земля круглая, да? Вот так они встретились, да? Вау. Философские игры. Натали Портман должна же была бы заменять вот эту вот, которая играла еще в «Пиратах». Кира Найтли. Кира Найтли. Кира Найтли и британка. Это же пиратская версия Натали Портман. А, они еще не знали ее существования. Да. Окей. И она в какой-то момент продолжает, она говорит, мне театр не очень вообще интересен. Говорит маме. И она такая, я хочу петь. И она два года занимается, ей уже 10 лет, она поет. И мать такая, ты уже старая. Ты старая. Ты старый. Ты очень старый. И она снова приходит на шоу Микки Мауса. На шоу Микки Рурка. И там выбирают троих детишек для шоу Микки Мауса. Берут Бритни Спирс, Кристину Агилеру и Джастина Тимберлейка. Да же! Вот так вот! Это же! Это же! Легендарные все ребята. И было же вот это даже противостояние, типа Кристина Агилера, Бритни Спирс. Было. Да, я помню. Было, было, было. Я помню. Был даже моментик. И Бритни круче, чем Кристина, точно. Ты думаешь? Уверен. Не знаю, мне кажется, Агилера больше рок такая она зато. Агилера, да, типа. Она более хаотичная такая. Но Бритни повлияла просто серьезнее. Бритни шум образом. Есть ощущение. А у клипа Агилеры про цирк, где все грустные, и там Пахан не понял, что она имела в виду записку. Оставил я тебя все равно люблю. А она там гимнасты ездила, цирк вот делала. Это что, не влияние? Да! Да я не знаю, что за клип. Реально, как клип у нее был? Да, да. Это я сейчас самый яркий. Hurt он назывался. Hurt. Смотри, Кристина Агилера, это которая. Кристина Агилера, которая. In a family portrait. Чуть-чуть таким голосом. We are pretty happy. Нет, это Шакира уже почти. А, это Шакира. Да, это Шакира. И она пела вот это family portrait. А, Кристина Агилера все равно. Которая потом еще спела вместе. Нью-Йорк пела вместе с джей-зи. Которая, ну, темнокожая. Хорошо, а разве, разве эта ее песня сравнится? Что-то сравнится в творчестве Кристины Агилеры. Вот что-либо вообще. Собрать только с одной этой песней. Ничего не сравнивает с этим. Блин. Это даже бурановские бабки перепевали. А, даже реально. Ой, бэби, бэби. Вообще, был интересный, да, вот этот период, когда надо было выбрать себе блондинку медийную. У тебя был такой период жизни? Ну, не прямо я с утра до вечера про это думал. Но когда ты такой, вот Шакира еще появилась. Хватит. Еще и Шакира. У меня Салтыкова была. Ну, сколько у тебя два Салтыкова? А это кто такая? Это Ирина Салтыкова. Ты что, знать надо? Я на Ути его слушаю. У тебя какие-то песни какие-то у тебя ненастоящие. Бритни начала проходить обширную подготовку в плане танцев, песен. И она начинает сильно взрослеть, потому что уже начинает... На астероидах. Это шоу-бизнес, Бритни. Тебе девять, но нам нужны груди. И у нее два года она занимается, там, до 12 лет этим качает, качает, качает эту тему. И шоу закрывают. Как себе, бедная. Вот это, в котором мы начали, Микки Мауса через два года. Шоу закрывается, и она возвращается на хату домой к себе в Кент-Вуд. Заложенный. Заложенный дом, да. Она возвращается в Кент-Вуд, и, как потом говорит, это ее самые счастливые там годы были с подростковой. Потому что она там взяла себя, могла себя повести чуть-чуть как подростка. Пожила. И, будучи подростком, она при этом все равно, конечно, отчаянно пыталась стать звездой. Она при этом посещала разные вечеринки, которые могли быть в Кент-Вуде. И там она уже была суперзнаменитостью. Для Кент-Вуда она уже переплюнула. То есть она уже такая, все такие, у тебя все зубы. Ты суперзвезда. Можешь пощечину губернатору давать каждый день. Она собирает все демо, которые у нее есть. Все равно твой дядька и заодно брат. Я такая, я знаю, любимый. Ты такая, ладно, бабуль. Ладно, бабуль. Ты что у вас вообще тут происходит? Короче, они... Она собирает демки и отправляется показывать эти свои демки Sony и Mercury лейблом. Она отправляется туда, то есть точно так же, как Чипенкос действует со своими демками. Прошу этот момент отметить. Она приезжает и Sony, директор, глава и Mercury слушают ее демки. И что они ей говорят? Это не подойдет. Они говорят, нам это вообще не нужно. Это не нужно никуда, никому. Это никому не интересно. Вообще. Это люди. People это не схавает. People это не схавает, понимаете. Вот другое дело в Америке. Это там другое. И они такая, так мы в Нью-Йорке. И он такой, образно говоря. Че за слова цепляешься? Причем продюсеры Mercury, они один в один, как продюсеры из фильма «Ландыш серебристый». Цикало и Стоянов. В 97-м году ей продюсеры говорят, пойми, Бритни, время певичек-одиночек прошло. Есть Мадонна, вторая Мадонна не нужна. Никому не нужна вторая Мадонна. Время бой с бэндом. Они не знали, они не знали, что нет незаменимых жизней. А когда было... Нет, ладно, ладно, извините. Короче. Короче, есть Мадонна. Время группы. Именно бой с бэндом. Подожди, все с ума сходили от невероятного успеха «Энсинг» и «Бэкстель Бойс». «Бэкстель Бойс», да. Другое дело, когда одна женщина... Она девичка максимально далека от бой с бэнда. Она и не бой, и не бэнд. Да, он сериальный же сразу получается, бой с бэнд, по факту. Персонар. Персонар. Мы все персонажи. И вдруг неожиданного успеха добивается «Гюрлс Бэнд». Подожди, 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 я помню. Да, как же их звали? «Спайс Гюрлс». «Спайс Гюрлс». Да, да, да. И по интересной истории мы сейчас... Я по этим «Спайс Гюрлсам» как я улетал по ним. Под «Спайс Гюрлс». Да. Под «Спайсом» «Спайс Гюрлс» как я слушал. «Спайс Гюрлс» и все эти лейблы такие, мы хотим себе тоже свою «Спайс Гюрлс» сделать. Офигеть, прикинь. Все как у нас, да? Они такие... У нас тоже группа «Фабрика» была, потом группа «Корни». Вот, то же самое. Все «Спайс Гюрлс» и ей говорят, мы будем делать новый «Спайс Гюрлс». «Спайс Гюрлс 2». И вот туда мы тебя готовы взять, Бритни. И она им говорит, фигушки. Фигушки. Черт, я Бритни. Ты как думаешь, это она сказала или мать ее сказала? Говорят, что это именно ее было решение, потому что мать ее подталкивала. Да, маме пофигу было. Да, да, быстрее. Нам нужно деньги, нам нужно выкупить дом. Так было. А она сказала, я хочу быть самой собой. И тогда находится «Джайв Рекордс», который молодой Бритни обещает сделать ее звездой. Это «Джайв Рекордс» – компания, которая выпускала только хип-хоп. Только хип-хоп. И они решают сделать первый поп-проект, которым становится Бритни. И они такие, ну, все, давайте. И при этом «Джайв Рекордс» в тот же момент приобретают к себе «Бэкстрит Бойс» и «Нсинк». То есть они под этими лейблами выходят, под «Джайв Рекордс» и те, и другие. А в «Нсинке» — «Тимберлейк». Верно. Жесть. И «Джайв Рекордс» говорят... Опять судьба их как сталкивает, а? Жастиной Бритни. Жасть. Она говорит, «Джайв Рекордс» ей говорят, у нас есть песня, которая никому не подходит. Ее уже все пели, это «Отстой». И ей буквально сливают эту песню, потому что от нее отказались все популярные атисты, от этой уже написанной, спродюсированной песни. Охереть. Это вот в «Джайв Рекордс» как круто, офигеть. Вот чисто история, да? И Бритни сидит в кабинете такая, и что это за песня? Начало вот так кнопку нажимать там «но мой пунь». Не, я тоже ее дропаю. Это какая-то херня. Это была песня «Hit me baby one more time». «Дожди!» «Hit me baby one more time». А когда не «Hit me baby one more time»? Подожди, подожди, это песня была написана, ее никто не мог спеть вообще. Не, не мог, не хотел просто. Она не ложилась на них, что-то к дерьмо, да, думали? Да, и там всякие Backstreet Boys говорили, это не хитово звучит. У этого нет хита. У этого нет будущего, да. Есть то, что хит, а это не хит. Это в натуре не хит. Это какой год, 97-й, да? Это 97-й год. Видишь, не важно, мне кажется, что ты поешь, важно, кто и как это поет. Верно, верно. Она внесла Бритни туда. И она записала трек, и ей предложили организовать тур по торговым центрам. Платочки. Неплохо, неплохо. Чтобы познакомить ее с аудиторией. С этой песней, да? Одна песня у нее. Одна песня и тур по торговым центрам. Ну, неплохо, я считаю. Здравствуйте, я сейчас буду петь тут песню вам. Колонка у нее. И сама подключает. Такие, давай-давай-давай. И никто не знает эту песню. Фу. It's me, baby, one more time. Ну, классная песня она, на самом деле. Тан-дан-дан. Сразу первые аккорды. Тан-дан-дан. Ты узнаешь ее? Ну, ты ее узнаешь. А когда ты ее не узнаешь, потому что ее не с чем называть. Она сразу запоминается. Через месяц после выхода песни трек становится дваждоплатиновым. А саму песню в 2020 году Роллин Стоун называет лучшим дебютным синглом за все времена. Почему? Потому что сразу понятно. Все понятно сразу же. Ты такой What? Песня очень важная, чтобы начало было. Они сразу же тоже релизнули. Они релизнули клип, наверное, еще сразу. Ну, я думаю, да. Я думаю, они заморочились. За месяц, прикинь, дважды платиновую дали взялась. После выхода, да. Офигеть. И тут жизнь Бритни меняется кардинально. Она начинает, она очень подходит. То есть многие говорят, она типа продюсерский проект, типа фейк. Да. Фейк. Но она не фейк. Она очень внимательна в своем творчестве. И, кстати говоря, она типа как говорят во всех своих знаковых клипах вся одежда это ее придумка. Как она будет выглядеть. То есть это не продюсерские решения. Так, слушай, на самом деле вот многие продюсерские решения это все, ну, ересь. Ну, типа это я не житель ересь. Поэтому продюсер может тебе подсказать там что-то. Но ты сам должен заниматься своим вообще всем. Многие просто вот как коллеги Бритни, я убежден, многие такие, кто не стрельнул. Они такие, ну вот, чаши мы ждем, там, че там, как там. Она такая, типа я одежда вот такая будет. Был, у них сразу же произошел конфликт очень сильный с Jive Records, когда они снимали клип на Hit Me Baby One More Time. Потому что они сказали, твоя целевая аудитория школьники. Я все время думал, что Give Me Baby One More Time. Алих, Give Me Baby, я не знаю, она просто называется Baby One More Time, а я все время называю Hit Me Baby One More Time, потому что мне так, я думал. Тихо, все же поняли, о чем вы, да? Все, извините, я буду называть ее, Томи, извини, я просто по привычке как-то говорю, что так, хотя, возможно, пишите в комментариях, как правильно. Лучше вы это узнаете от меня, чем от комментариев. Но в комментариях пускай тоже напишите. Baby One More Time, короче, песня. Когда они писали Baby One More Time, клип, а Drive Records говорят, это должен быть мультипликационный клип, нарисованный. И они нашли мультипликаторов уже, которые приехали, такие, мультипликаторы такие, сейчас наговняем. И они, я говорю, потому что у тебя аудитория школьники. А школьники любят мультики. Да, да. И она начала с ними спорить, ну, прям ругаться. Вы что, дураки, что ли? И она говорит, я буду вот в такой юбке и в школьной форме, завязанной вот здесь, потому что это школьники любят. Вот красотка. Потому что школьники любят не мультики, а секс. Простите, это у моего двоюродного братишки. Да. Он школьник. Ну, вообще по фактам. Я вот так одевалась, ему нравилось. Да. Именно так мы первый раз с ним. Да, 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 да. Ужас. Ужас, ужас, ужас. Ну да, школьники любят не мультики, да? Когда у тебя мультики топ-1, тебе наплевать на музыку. И до сих пор это входит в топ-10, ее образ оттуда, в топ-10 самых популярных нарядов на Хэллоуин в США. Это образ Бритни Спирс. Харли Куин, вот, пожалуйста, тоже она как будто оттуда взята. Угу. Развратная школьница просит сделать это one more time. Лолита, Лолита, все это, Набоков, Лолита. Лолита, Набоков, Лолита, цикала. А? А? Связи какие? Пошли. Опа. Шизоферические подвески. Опа. Пошел сигнал. Пошел сигнал. Пошел сигнал. Чувствую Набоков, Набоков. Слушай, сигнал пульсирующий идет. Что такое? Что такое пульсирующий сигнал? Почему? Чувствую. Тихо, тихо. Сейчас вибрации выравниваю. Вибрации выравниваю. Выравниваю. Погоди, погоди, не удержу. Не удержу. Все. Все. Опа. Все стабилизировалось. Томя, как? Меня тряхануло в определенный момент. Все. Слава богу. Сейчас более-менее. Короче, о чем мы говорили, да? Подпольное педофильское лобби. Да. Ага. Так продолжалось дальше. Она разработала полностью концепцию клипа Oops, I Did It Again, Toxic и Womanizer. Это все ее концепции были клипов. Вообще не знал. И она установила полностью, устанавливая там хореографию танца. Это ее личная хореография. В этих клипах. Я это, кажется, слышал, да. Молодечко, она, конечно, молодечко. Автор первых треков Бритни, легендарный шведский продюсер Макс Мартин, который работал с Pink, Тейлор Свифт и с Weekend сейчас работает. Ого. Он назвал ее гением. Он сказал, Бритни всегда знала, а главное, как и что она хочет сказать в своих песнях. Это очень важно. И мы вместе придумали с ней. Это очень важно. Will.i.am сказал, что никого усерднее в работе, чем Бритни, он не встречал. Композитор Джастин Тренер, тренер, работавший с Леди Гагой, Линкен Парк и Джастином Бибером, сказал, что она невероятно вовлечена в процесс. А что сказал Виктор Дробыш? А Виктор Дробыш сказал, что группа Серебро недооценена. И более того, у нее был альбом, который она полностью сама спродюсировала. Реально? Да. А что за альбом? Это альбом Blackout 2007 года. И он провалился? Его назвали самым недооцененным шедевром. Блин, какой отстой, когда ты такой, ну сейчас я сделаю, вот как я. Мне ничего хуже, когда говорят самый недооцененный. Такой, да. Типа. Ее дебютный альбом был выпущен в 99-м году. И занял первое место в чартах альбомов, где оставался номером один шесть недель подряд. Уф. Это много недель. Серьезно. Альбом был продан миллионным тиражами по всему миру и стал 14-ти кратно платиновым в США. Офигеть. Как это платиновый вручается, интересно? Платиновый за что? Пирец платина приезжает к тебе? От объема, кажется, проданных копий, нет? Да. Ну то есть, чтобы мы понимали, в 99-м году Там сколько-то надо? Миллион. Бритни во всем мире было так же точно, как Лимба в Алматинской области. Так же, да? Да, да. Такой же уровень влияния. Уровень известности и влияния. После этого выходит журнал Rolling Stones, в котором она уже представлена как типа вот она, вот она, 14-ти кратный платиновый альбом. И она там лежит на обложке вызывающей позе школьницы. и выглядит невероятно сексуально вызывающе. Привлекательно. После этого это все такие Что за, что за, что за, что за. Второй сингл Sometimes был выпущен в июне 99-го года. После него хит Crazy. Помню, что-то такое. И она заканчивает год, продав 10 миллионов копий своего дебютного альбома, став лучшей женской исполнительницей поп-музыки по версии Billboard. Лучшей новой поп-всполнительницей. Лучшей исполнительницей альбомов Billboard 200. Лучшим исполнителем женских синглов. И получает награду American Awards, MTV, Teen Choice. А в начале 2000-го года забирает две статуэтки Грэмми. Офигеть. Офигеть. It's Britney, bitch. Хороший ран. В 18 лет Britney выпускает свой второй альбом. В 2000-м году хит номер один становится Oops, I made it again. Шалеть. И I did it again? Кажется, да. А ты прям знаток его. Я не знаю, почему. Вот здесь я знаю. Да. Oops, I did it again. Блин, Томас прикольно. Они открываются по-новому каждый раз. Томас вообще. Возглавляет чарт синглов в течение пяти недель. Зачем у нее выходят синглы. Зачем у нее выходят синглы? Когда она такая популярная. Зачем ей это надо? Остановись, Britney. Стронга и лаки. И происходит в этот момент, конечно же, появляются различные люди, которым она уже начинает набивать оскомину. Которые начинают такие, а что она, собственно, нашим детям несет? Какой месседж? Месседж! Какой посыл? Выступает... Такие же уже есть 18. Выступает жена губернатора. Не, она, наверное, детей транслирует это все. Жена губернатора штата Мэриленд. Кэндл Эрлих. Так, мне надо срочно набрать, мужу набрать голоса и баллы, поэтому хорошая идеальность. И она говорит, если бы я могла кого-то застрелить, я бы застрелила Бритни Спирс. Прикинь. И Бен Ладен такой, а я шутка для вас какая-то, или что? Офигеть. Реально? За то, что типа вот так и на себя, да? Жестко, жестко. Очень жестко. Это какой год? 2000-й, да, где-то? Это 2000-й год. Много шума было вокруг Бритни Спирс. И на нее начинается часть СМИ, после вот этого восторга ей, часть СМИ начинает ее очень сильно провокативно, и у нее на всех интервью ей задают одни и те же вопросы, которые вообще никак не связаны с творчеством. А именно, на всех интервью ее спрашивают, а вы Диэвов стынется? А почему у вас такие короткие юбки? Это вопрос, который ей реально задавали. хотите ли вы сохранить себя до свадьбы? Почему? Зачем вы носите спортивный лифчик и такие короткие вызывающие юбки? Вы специально делаете слишком возбуждающий образ, чтобы люди не обращали внимания на ваши тексты? Вот тут-то и сатана проявился. Да, вот зарабатываешь много премий, и все такие, это ты лох, наверное, лох. Нет, это просто законы шоу-бизнеса, братан. Наверное, это законы шоу-бизнеса. Тупак же еще говорил. Тупак же еще говорил, они сначала дают тебе много денег, а потом забирают тебе все. Но в России это не так работает, потому что в России шоу-бизнеса нет. Очень жутко было. Да. Это для сторис. Прикинь, вот она вот так, ну, блин, я сейчас просто представил, как это ужасно. Такая, блин, у меня все классно, тогда все классно получается. И потом бау-бау. Она час так пробыла. И ее? Ее! И ее начинают обвинять, что она слишком вызывающе одевается, и что у нее образ, вот это все. И она выступает в 2000-й год. Она после всех этих нападок выступает на MTV Music Awards. И она выходит в брючном костюме. Типа все закрыто, да? Полностью брючный костюм. Брюки вот. Вот отсюда брюки, да? Ну, брючный костюм, когда все брюки. Все брюки. Они брюки. И она в этом брючном костюме, и все такие, понятно. И она исполняет свою песню. Понятно. Там внутри она голая. И она во время исполнения песни снимает пиджак, снимает штаны, и оказывается практически голой. То есть она чисто в нижнем белье в каком-то таком, в такой накидке. Есть видео. И она танцует очень вызывающе. И она в конце, ну, она просто стоит как бы вот в купальнике, грубо говоря, на сцене MTV Music Awards. Тем самым, как бы отвечая всем своим хейтерам. Типа, дорогие хейтеры. Это сильно. Вот вам. Вам то было много, как вам вот это. Че теперь? Сейчас че? Сейчас че? Сейчас че? И че, и че? Девочка взрослела. Казалось, что в этот момент у нее начинают происходить вот самые большие конфликты с матерью, с продюсерами. В начале 2001 года Бритни заключает контракт с Pepsi на спонсорство и рекламу. 19-летняя девчонка становится супервлиятельной. Ее называют поп-принцессой. И вот в этом возрасте у нее происходит соперничество с Кристиной Агилерой, которую, по признанию самой Кристины Агилер, Бритни Спирс переехала. Дмитрий Спирс. Дмитрий Спирс. Дмитрий Спирс. Переехал Кристину Агилеру. Все понятно. И в этот момент в 2001 году она начинает мутить с Джастин Тимберлиг. А когда она с Мадонной целовалась? Позже? Это позже. Все, поехали дальше. Пока с Джастином. Она попадает в топ-10 самых сексуальных женщин Америки. Интересно. И ее песня «I'm a slave for you». Я раб для тебя. Слава для тебя. Она становится очень провокационной. И ее возмущение борцов за права животных она вызывает. И они объявляют ей вообще войну. А животных? Во-первых, в этот момент всплывает инфа, что у нее батек кормил ее подстрелянными зверями. Реально? Да. Во-вторых, она выступает на MTV Music Awards. Она выходит с огромной живой змеей. Я помню, я помню это выступление. Я помню, прикинь. И люди начали говорить «Эээ, что это такое? Это куда годится?» Такая желтая анаконда была. Да-да-да. И в начале 2002 года 20-летняя Бритни выпускает «I'm not a girl». «Not a woman». Да-да-да. Да-да. И это там в этом, в карьере. В начале какого года? В 2002-й. В каньоне она там стоит. В каньоне. И эта песня становится саундтреком к фильму «Crossroads», в котором она играет, кстати, Бритни в этом фильме. «Crossroads». После этого она попадает в чарты с песней «Overprotected». И также гастролирует по миру в рамках своего тура «Dream within a dream». Окей. Но у нее в этот момент она отправляется в тур счастливая, довольная, все здорово. И вдруг нож в спину, камень в затылок. Билеты взяли на верхней полке. Под затылок просто. Вот это тур. Укус за пятку. Нет. Все это вместе не сравнится с тем клипом Джастина Тимберлейка. «Cry me a river, cry me, cry me». Которым он обозначает расставание с Бритни. «Cry me a river, cry me a river, cry me, cry me, cry me a river». У меня такое яркое воспоминание, как одна из моих одноклассниц, фанаток Бритни, пришла ко мне и попросила перевести дословно смысл песни Джастина Тимберлейка. И я посрочно... Вот мотивация английский язык выучить, да? Вот какие моменты она проспочит. Я посрочно переводил ей этот текст. Помнишь, хочешь, что они... Глядя ей в глаза. Ну, я сейчас пытаюсь вспомнить, что там... Ну, он же ее обвинял в том, что, типа, ты там не такая, как хочешь казаться, ты там что-то с кем-то ля-ля-лю-лю, жа-жа-жу-жу, ты не такая, как на виду. И я все это ей переводил, посрочно, глядя в глаза. И она вот так сидела. Ага, ага. Ага, и шо? И я потом такой говорю, плачь мне реку, плачь мне реку. Плачь мне реку, плачь мне реку. Я же говорю, все, творчество везде похоже. И она так прям расстроилась тогда, я помню. Девочка. И она из... Короче, они расстались, да? Да. Вот Бритни всюду тем мутила. Все-все-все. И тут, короче, Джастин край меня ривер. Да, ну они расстаются. И это вообще, типа, да? И взлетает. И он уже... Он на вот этой истории делает песню. Он сольно взлетает, да. Он сольно улетает. Он ее просто уделал. После расставания с Джастином, она берет перерыв 6 месяцев. В творчестве вообще. Сильно ранила, да? Она же очень сильно переживала. Бедная девочка. И в этот же год, она когда берет паузу, находясь даже на паузе, на вот этом, на замедлении, она становится, по версии журнала Forbes, самой влиятельной знаменитостью в мире. Жесть. Охренеть. Самой влиятельной в мире. Подождите, больше, чем британская королева. А как же другие влиятельные знаменитости? Люди 2002 года? Ну да, ладно. Типа Питбуль? Певец. Оно, е-е-е! Питбуль! I know you want me. You know I want you. I know you want me. Такая тупая песня, нет? Я знаю, ты хочешь меня. Я знаю, я хочу тебя. Я знаю, ты хочешь меня. Я хочу тебя. Раз, два, три, четыре. Что за бред? Йоу. Да он не просто певец, еще и поэт. Столько смысла внутри. Крутая песня. Ты нравишься? Ну, нет, конечно. Я с ума сходил. И когда она в перерыве своем находится, на нее начинают нападать папарацци, стремясь выследить, чем она занимается во время перерыва. Начинает за ней следить. Выясняется, что... Она до этого в интервью говорила, что она хочет оставаться девственницей до брака. Но все уже такие, че там, Джастин? Сорвал, да, резьбу? Джастин, эй! Давай! По трусам ляпнул ее, нет? Нет? Ляпнул. Я хочу забрать все эти выражения и использовать. Джастин, 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 ее, нет? И... Почему не получится, наверное, испортить? Она... Я выйду, странно. Ее видят... Фотографии фиксируют ее курящей, пьющей, не накрашенной, растрепанной. Потом она приходит на интервью с Дайан Сойер. И там та спрашивает, что с родителями. И она начинает рыдать, потому что у нее родители развелись. И она там на интервью сообщает, что у нее родители развелись только что. Бедная девочка. И тут, и там, со всех сторон, понял? И она ей говорит, ну ладно, зато у вас с Джастином все в порядке. И она такая... Бритни после этого начинает встречаться с Фредом Дерстом из Олимпийски. Вот это вообще никогда не понимал, вот этого поворота. Как смешно. Как смешно, что Томас вообще в курсе всего этого. Блин, это очень интересно рассказать по-братски. Ну, Олимпийски, это шалопай. Ну, как я воспринимал. Вот такой, хулиган. Ликен Парк, они такие пафосно возьмут. А-а-а! Мы комсом! Они такие, все очень серьезно. Олимпийски такие, все не очень серьезно. Все, единственное, что мы серьезно сделали, это мы в металл скретчей добавили, типа хип-хоп смешали. Да-да-да. И дальше роулинг, роулинг, роулинг. Вот это, вот они едут. И как вот к Фреду Дерсту, к этому шалопаю в красной кепке, вот, здрасте, я вот Бритни Спирс. Ну, так же всегда отличница и хулиган, красавица и чудовище. А? Пожалуйста. Ну, да, но у нее до этого Джастин Тимберлейк был. Классическая история. Из того же набора. Ну, певцов вот эти вот. С тем же прошлым. Они сидели, и он такой, они вот так сидели с Тимберлейком иногда, и он вот так. И он такая, что такое? Он такой, а, вспомнил Микки Мауса. Они же на одном шоу были. Охренеть. И среди ночи. А, 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 я не буду. Да, у тебя отличные уши, Микки. Да, да. Я буду их гладить, Микки. Как страшно. Тебе нравятся мои уши, хо? Как зловище. После этого она расстается с Фредом Дерстом. Вот, пожалуйста. Приходит на церемонию, на премьеру фильма Колина Фаррелла с Колином Фарреллом. И СМИ спрашивают, а вы вместе? И на что они разворачиваются? И демонстративно очень долго целуются. Бедная девочка. Просто с ума сошла. Да, она полетела. Она полетела, бедненькая. Вообще жесть. Ты понимаешь, у тебя рейдаки развелись. Ты все делаешь ради того... Они дом изначально заложили. И такие, давай, мы тебя выстреливаем в космос. Как закрепишься там, подтягивай нас. Она такая, рейдаки, я все сделаю. А они такие, а нам уже настрой, мы не вместе! Соложенный дом отец распилил пополам. Мы развелись из-за тебя. Из-за тебя. Ужас. Это полностью твоя вина. Как страшно. И знаешь что, Бритни? Джастин ушел и сделал правильно. Потому что... Никто не сможет тебя любить. Мы бы хотели, чтобы он был нашим сыном. Токсик. Ты токсик, да. Или хотя бы Кристина Агилера. Ты никогда не станешь такой, как Кристина Агилера. Посмотри на нее. Девочка воспитанная, уважает родителей. Католичка. В клипе слила своего отца. Да это не ее отец, это актер. Заткнись. И после этого она сразу после Кольена Фаррелла участвует на MTV Video Music Awards и целуется с Мадонной на сцене. Вот же она. Бедная девушка. Она сигнализировала, она кричала о помощи. Она кричала о помощи. Как сейчас Мальгельштерль. После этого она выпускает альбом, на котором есть две песни Breathe On Me и Touch Of My Hand. Ее спрашивают, о чем эти песни, и она говорит о сексуальном самоудовлетворении. Вот так вот она туда отлетела, отлетела, отлет у нее дошел. И все такие, ладно, окей, но все равно альбом попадает в чарт альбома в Billboard 200. Естественно. Все такие, ну окей, это странновато, но ничего. После этого она выпускает клубный хит Me Against The Music. Туда этот трек записан вместе с Мадонной. Окей. Ну все, и Мадонна появляется, там уже вот и вот это оккультизм, сатанизм, там все, там уже. После этого 3 января 2004 года Бритни выходит замуж за Джейсона Александра, друга детства из родного города. Привет, Джейси, я всегда любил тебя и ждал. Здравствуй, братик. Привет, мам. Ужас. Он одновременно брат и сын. Он одновременно и Джейсон, и Александр. Она такая, мне всегда было интересно, а что у тебя фамилия? Я подумал, фамилии это что-то для богачей. Мать сказала, мы не можем позволить себе иметь фамилию. Вы слишком бедные, да? Да, их всех зовут. И всех зовут Джейсона Александра. Нашу фамилию забрали за долги. И дали нам просто имя. Я взял имя судебного пристава, который собирал Александр Сушков. И пойду теперь Джейсон Александр. Ой, ужас, ужас. Реально, выходит замуж. Джейсон Александр это воспоминание разблокировано. Ты сейчас сказал, и я такой аааааа. Блин, как круто, что ты вообще все что-то. Я просто Джейсон Александра уже я пропустил. Я помню, я и про Лимбискет не знал, кстати, что она с этим Фред Дерст или я как-то с этим. Что-то вокруг MTV вся эта информация все время обитала. MTV, конечно. И он с Джейсоном Александром они у них проводят церемонию в Лас-Вегасе. MTV же это наш YouTube был, YouTube нашего детства. I bet you will. И они после этого счастливо живут, спокойно. Ну просто просто парняга, просто парняга вообще. Просто тип, просто тип, друг детства. Бритя такая, блин, что я его здесь ищу, да? Да. Там же в городе, в Кент-Вуде надо найти. Вот, в Кент-Вуде просто кентишку. Бляжа в Кент-Вуд, сейчас цепляю этого пацанчика и все, бля. И они счастливо живут два дня. Нереально? Да. И брак через два дня по решению руководства лейбла аннулирован. А у лейбла есть такие права? Лейбл взял Джейсон Александра, Бритни Спирс и с ними вместе адвокатов, еще кого-то, и аннулировали за них этот брак. Как она охренела? Те все подписали, и руководство, она не дала никакого комментария, руководство лейбла сказало, это шутка, которая зашла слишком далеко. Прикинь, как она такая, а, я раб лейбла, я везде все подписывал, а не читая никогда. Мне недавно вот такую стопку на подписку принесли, я такой, ну ладно, подпишу, ну там типа, я так, ну ты же не будешь считать, а исполнитель, который тут едет, это в данном это теперь называется, вот такая формулировка специально, чтобы тебя запутать, короче, понял? Такой, ну ладно, мы прикинешь, ты такой, уходишь, такой, все, я ухожу, я нашел другой, я буду сам себя продюсировать, и тебе такие, да хорошо, ноги по контракту, ваши ноги принадлежат нам, вы не можете больше ходить, вы что, их отрежете? Не-не-не, ни в коем случае, просто вы их не можете больше использовать, вы не можете использовать свои ноги и также все твердые звуки. Это потом такое, для стендапа это big no-no, без ног, без твердых звуков, очень сложно выступать. Ты просто можешь, у тебя все мягкие звуки, все согласные мягкие только. Это как? Плести, плести, плести по яйзо, я и больше так не буду. Стендип, если вы... Я и стендип, стендип. Не-не-не, смешно, типа, если они будут такие, типа, по контракту, теперь... Ну, вы подписали, что теперь на каждом... Вы будете картавить на абсолютно каждую букву. Да. И я такой, этого не может быть. вы будете... Эти образы картавы... Параллинию, как это произошло? Мы все подписали. И вот этот продюсер, знаешь, какой-то образ, еврейский, такой продюсер, такой страж, такой... Текста это так призронит! Не может... Фу! Как ты это делаешь? Ты по... Это по контракту. По контракту. Как смешно. Ужас, ужас. А ты читаешь, что же ты подписываешь? Я все, я каждое слово читаю. У тебя есть юрист? Конечно. Бля, надо юриста срочно. У тебя ребенок уже. Надо срочно юриста. Вдруг тоже разведутся. Ну, на самом деле, там особо нету такого, что типа... Да-да-да, они так и не нравятся. Слава богу, там нет прям каких-то вещей там. Вскоре Бритни выпускает один из своих самых популярных синглов «Токсик» после этого. Он возглавляет чарты по всему миру. Особенно популярным он почему-то становится в Великобритании и в Канаде. В Великобритании и в Канаде песня «Токсик» просто люди с ума сходят от нее. Потому что, возможно, «Токсичные люди тянутся к токсичным песням». Ну, канадцы не очень токсичные, мне кажется. Или токсичные. Канадцы те же англичане. Да слушай, те же англичане. Ну, слушай. Ну, они все же англичане. Это... Как смешно, кстати, я, извините, что перебил, что в Канаде живут англичане и французы. Люди, которые в шоколе воевали. Да-да-да. Примирились? Клево. Она этим хитом затыкает всех критиков, которые говорили, что Бритни уже не та. Угу. Что уже и не вариант вернуться, потому что нет у нее вот этого запаха. Я помню. У нее, она запускает свой тур, который она сама говорит. Я хочу сделать откровенный и сексуальный тур. Угу. Как потом выяснилось, это даже не ее слова, а слова лейбла. Опять же, переночные. Это лейбл сказал. Будет сексуальный откровенный тур. И называется он Оникс Хотел Тур. Хотель из Оникса? Угу. Окей. Она отправляется в... Странно почему? Лейбл заставляет ее репетировать активно. Танцы, песни. И на репетиции она падает и сильно повреждает колено. И тур отменяют на лечение, потому что она не может ходить. У нее выходит и выходят еще треки. Например, выходит сингл Every Time. И в этом сингле Every Time по сюжету она с бойфрендом ругается. Клип, возможно, вы помните Every Time, где она едет в машине с бойфрендом. Пытается с ним поговорить, а он отвлекается от нее. Он звонит кому-то все время по телефону. И она такая... Потом выходит. Там грязные папарацци. Все папарацци с грязными лицами, фотоаппаратами, бьют ее, она их бьет в ответ и они вот так... И фотографируют. Я вот это не помню, кстати. И они выглядят в натуре как папарацци. В них очень много какого-то такого итальянского стереотипного негативного образа. Неприятного. Они все такие маслянистые, толстые, носатые какие-то. Такие вот итальянские гангстеры третьей руки. Фотографируют. Они проходят в дом. Там сильно ругаются с этим бойфрендом. Он ломает, вот так разбивает цветок. И что смешно, что... Ну, сейчас это так все так наивно выглядит. Там все вот так в сломо. Он бьет ногами, не разбираясь по коробкам, все из которых пустые. У них квартира. У них вся квартира из пустых коров, которую он ногами разбивает. И она идет в ванну, ложится и кончает жизнь Роскомнадзором. Кончает жизнь. И ей потом продюсеры говорят, это она такой клип придумала. То есть это ее состояние вот такое было. Вот интересно. А продюсеры еще просто скажут. А продюсеры сказали, надо доснять концовку. И досняли концовку, где он прибегает, спасает ее. И она такая... И в итоге концовка клипа вот такая, это доснятое концовку, где вытащили из ванны и она свежая. Персонажа оживить. Извините, но у нас по задумке. У вас в конце главный персонаж мертвый. Переписать, оживить персонажа. Персонажа оживить. Вообще, да? И она открывает глаза и на последних секундах клипа успевает проанонсировать тур. Но это уже нет. Кстати говоря, я скоро проеду с туром по твоему городу. Череповец, ждите. Бритни Спирс. Это клип Everytime. В этот момент у нее появляется бойфренд Кевин Федерлайн. Танцор, который в ее танцевальной команде. Она берет его в тур на выступление. Танцор берет с собой жену, ребенка и жена беременна. То есть у него беременная жена с маленьким ребенком. И Бритни, да, еще? Ну, то есть этот танцор, он едет и он как бы едет в тур и берет с собой свою жену беременную с ребенком в тур. И в туре же Бритни мутит с ним и он бросает беременную жену и ребенка ради Бритни Спирс. Интересно. Да. Ну, не красиво. Ну, не очень красиво. Не по-джентльменски. Нет. Кевин Федерлайн. Надо было дождаться, пока родит. Ага, чтобы когда и она глаза открывает, такая, а, 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 как все прошло? Он такой, я бросаю тебя. Первое, что я говорю. Не насрать, как все прошло, я ухожу. Ну, ты и долго, конечно, я уже не знал, как тебе сообщить. Я подумал, либо сейчас, либо никогда. Бритни и Кевин поженились 18 сентября 2004 года. Я думал, Кевин, он же сейчас жизнь поперла у меня, я поднялся. Понял? А сам, когда я там просто Бритни чуть подупал, а ты поднялся. И он начинает с ней ходить на всякие премии, церемонии. И он везде такой. Он везде такой. На всех фотографиях вот такой, с бровями. Бритни начинает жить с этим типом. И она расстается с менеджером, с которым была 13 лет, с которым работала. И она, после этого, многие отмечают, что она начинает с этим танцором, она все время одевается как бомж, все говорят. Все время в растянутых худаках, в какая-то грязная. Ну, то есть вообще не соответствует своему уровню заработка. в общем, у нее начинают в 2007 году, у нее рождается первый ребенок, и все, поехало. Папарацци буквально начинают на нее нападать везде. Везде продвигают тренд, что она плохая мать. То есть они такие, гляньте, Петроса докопали. Да, да, да. Ее начинают просто, папарацци начинают ее хавать со всех сторон, снимать, снимать, догонять, везде ловить, 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 ловить. К ней приезжают службы опеки, и они начинают на нее тоже осаждать ее, что она плохо заботится о своем ребенке. И журнал Vanity Fair, это довольно желтолистный журнал, пишет, что Бритни Спирс и Джордж Буш младший Что? Да. Ни один ужин, что официально ни один ужин в стране не обходится без негативного обсуждения либо Бритни Спирс, либо Джорджа Буш младшего, либо их двоих. То есть они самые обсуждаемые негативные темы в стране. Кинь. Пожалуйста. Они вообще начинают очень сильно продвигать такой тезис, что Бритни Спирс сумасшедшая. И это становится уже чуть ли не вообще главной такой волной, что типа Бритни Спирс, так она сумасшедшая. Это такая ассоциация у всех. Блин, прикинь просто со всех экранов мультики, шок-шоу, что угодно, про тебя говорят, что ты сумасшедшая. Какой ужас. Это вообще это такой сумасшедшая, просто сумасшедшая. В 2008 году у нее появляется второй сын. У нее два ребенка от Кевина Федерлайна. И Кевин Федерлайн ее бросает и говорит везде. Ну ему не впервой. И публично. И публично. Женщина с ребенком. Как раз то, что я не люблю. Знакомая ситуация. Ответственность. Я потанцевал. И на второй ребенок. Да, заметили, что на втором ребенке он бросает? Да, да. И она такая, как? Ну ты же танцор. Танцоры очень ответственные и серьезные люди. И он такой. И она такая, ты можешь говорить серьезное, хватит говорить со мной танцы. Она такая. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Ты почему-то танцуешь? И я с тобой разговариваю, ведь танец это язык тела. Я отвечаю тебе. И я тебе бросаю. И он сдает ее в психушку. Он сдает ее в психушку? Говорит, она типа больная. Она не сумасшедшая, да. Все, денежки ее попилить хочет, да, Типа два ребеночка есть уже. Сейчас, думаю, отец заберет. Родительский капитал. Конечно. Отцовский капитал. Отцовский капитал. Отцовский капитал. Дайте ее сюда. И она бреет. В ответ на это она бреет голову на лосо. Это я помню. Я даже помню, вот ты сейчас говоришь, ну, бреет голову на лосо, и у меня прямо вот эта картинка с Бритни Спирс появляется, где она глаза пучит и орет вот на каких-то папарацци. Да, и ее, она побрили, она, так как у нее родился второй ребенок, ее сразу бросает этот тип моментально. И она бреет голову на лосо и босиком идет на заправку. Лысая. Ее там встречают папарацци, она устраивает скандал, ругается с ними, и у нее увозят в психиатрическую лечебницу впервые. Впервые, это слово еще такое, впервые. Ей неизвестно, какие ставили диагнозы, но в этот момент ее отец добивается официально опекунства, чтобы стать опекуном ее, потому что она сама недееспособна. Она не может убить ни одной белки. Выясняется, что она еще подсела на психоактивные вещества в тот момент. Бывает. Энергетики. Энергетики, да, подсела. Опекунство предполагает, что отец Джейми, отец Бритни Спирс, получает полный юридический финансовый контроль абсолютно над своей дочерью. С момента утверждения опеки над ней в 2008 году Бритни Спирс заботилась не только о себе, но и о возрастающем штате опекунов. У нее вокруг был, отец нанял очень много охранников, адвокатов и врачей. Он нанял врачей, адвокатов и охранников, чтобы они все время контролировали передвижение Бритни, лишив ее возможности даже минимальных финансовых каких-то покупок. То есть она не могла распоряжаться даже, вот она, что-то ей купить надо. Это все отец ей говорил. Это тебе надо, это тебе не надо. Знакомая история. Такая кавказская история. Ну да, прикинь, от невероятного взлета в такую дуристику попасть, господи. И он ее отправляет в Лас-Вегас выступать в концертной резиденции. Потому что концертная резиденция Лас-Вегаса считается самой денежной площадкой. Она не самая престижная, но именно самая денежная. И там по сборам она в итоге на этой площадке уступила только двум артистам. Ваше предположение? Элтон Джон? Элтон Джон. Элтон Джон? Да, реально. Реально Элтон Джон? Блин, прикинь, вот так. Снайперский выстрел. Так знает про Бринди все. Вот такая Элтон Джон. И женщина вторая. Стена Гиллера. Мадонна какая-нибудь. Мадонна. Селиндион. О, ну это мы бы плавали бы долго. Джейми Спирс полностью контролирует коммуникацию, расходы, финансы, здоровье Бритни. И он, если она где-то протилась, он сразу начинал производить репрессии. Он заставлял ее смывать маникюр и не делать новый. Запрещал ей встречаться с парнями. Запрещал видеться с детьми. А ей сколько лет при этом? Ну, типа 30 уже, наверное. Еще, нет, ей меньше 30, я думаю. С детьми запрещал видеться? Да. А можешь загуглить, сколько Бритни Спирс было в 2008 году? Да, погугли сейчас так. Чтобы вы понимали ситуацию. Дата рождения. Сейчас тоже посмотрю. 81-го года она, значит, стало быть 27? 27 лет. 27 лет. Я на конкуляторе считал. По решению суда ее детей забрал бывший муж-танцор. А Спирс могла видеть их несколько раз в неделю по соглашению отца детей. Какой, как несправедливо. и он с этими детьми просто целыми днями. Вот так я и бросил вашу мать. А мать Бритни Спирс, интересно, где она все это время? Она просто, типа... Жила свою жизнь. Странно, что, да, вот мать же двигала изначально Бритни Спирс. Потом батя там появился. А батя появился строитель-охотник-алкоголик. И вот появился. А матери не появилось. А она же ее туда заряжала везде во все творческие ситуации. Отец начал вводить ей литий лекарства, от которого, как она говорила, всегда ощущала себя пьяной. А после этого отец велел установить ей внутриматочную спираль, которую она не могла сама извлечь, чтобы она не могла забеременеть больше. Установить в объект Спирс маточную спираль. Просто юридически, прикинь, по бумагам тебя сковали. По вымышленной теме какой-то. Она сказала, что с удовольствием во своем интервью недавнем она написала так, вспоминая вот этот период. Какой вообще? Я бы лучше отправилась в любую какую угодно тюрьму, потому что там... Тогда надо было взять нож и зарезать и поехала в тюрьму с кайфом. Не, мне кажется, она бы в психолечебницу бы поехала. Поехала в психолечебницу бы и все. Потому что она говорит, в тюрьме ты хотя бы можешь понимать, что это когда-то закончится. Ну да. А в случае с опекунством ты не понимаешь, что происходит, и ты находишься в дне сурка. Жесть. Под литием и бесконечным. И она приходила в себя, ее отправляли на концерт, она выступала, ее забирали, она выступала... Господи, это сатанинские истории просто. Это как будто четвертая ветка в фильме «Рэк им по мечте» какой-то просто. Все вообще развалилось. Из-за чего? Тут надо сказать, что случай Бритни далеко не уникален, к сожалению, потому что очень много кейсов было в США подобных. Например, известна история Джуди Гарленд. Это актриса американская, которой в детстве родители давали кокаин для большой продуктивности. Охренеть. Чтобы... Ну, для большей, точнее, продуктивности. Это черно-белые времена. В черно-белые времена, наверное. А, они еще тогда не знали, да, что у кокаина есть. Да, знали, знали, точно не знали. Кажется, знали. Певица Шер, Тина Тернер, Марайя Кэрри говорили, что их мужья, продюсеры заставляли их гастролировать и выступать, когда они просили их остановиться. Тебе говорили, ты остановишься, когда я сказал, у тебя еще четыре концерта сегодня, так что заткнись-ка, и я бы на твоем месте улыбался, как следует. Либо это был другой диалог. Так. Она такая, я не хочу уже что-то выступать, мне надоело, я не хочу больше выступать. Она такая, ну, вы, выступай еще, пожалуйста, чуть-чуть, уже послезавтра, уже через неделю ты уже нахер никому не нужна будешь. Давай ты сейчас, может быть, что-то выступаешь. Там заработать надо, дом построить, там ипотеку взяли, взяли, по твоей милости, между прочим, Кристин. А Гиллера же там. Не, не Кристина, Тина Тернер, Марая Карри. Марая, Тин, мы пошли, да, да, я уже не хочу, я устала петь. А что мы будем делать? Я все на тебя, я занялся тобой, полностью все на тебя отдал я. Это была ставка. Ну, я буду работать, продавать пирожные, а ты будешь водителем. Знаешь, какие-то джинские, вообще странные планы. Представление, да. Я буду продавать пирожные. А ты будешь водителем. Блин. Просто, конечно, мы уже так не думаем, мы сразу такие, блин, какие мужчины вообще, блин, мужчины самые красавчики. Может, Бритни Спирс вообще по-другому тоже было. Может, она просто невероятно просто вот такими ноздрями все, что можно, как пылесос, все, что снюхать можно было, все, вот так. Я хочу еще родить. Любой вот что угодно фаллического символа, все, знаешь, понимаешь, может, она уже настолько сошла с ума, потому что какой у нее взлет был из невероятной бедности, где они ели белок. Не забывайте, на невероятный взлет и батя такой, так, я отец, я мужик, я охотник, я из Кентвуда. Окей, no problem. Вот такой американец, Приехал, такой, все, решаю, охрана. Я строитель, стену построил вот мне за охраной, понял? Да, да, Врачи, все, работа, дом, все. И все, он хотел спасти свою дочку. Вот так вот. У нее, к справедливости ради у нее был друг, который ей помогал все это время. Она закрывалась в комнате и она такая, я никому не расскажу, что ты здесь со мной. И он такой, ага, я буду всегда здесь с твоих воспоминаниями. Я тебя всегда буду поддерживать. Она такая, да, ты мой лучший продюсер за всю мою жизнь. Конечно, ага, а теперь пойди на кухню. И убей своего отца. Включи газ, когда все лягут спать. Ужас. В общем, запускается компания, которая называется Free Фри Бритни. А, я вот это вот я уже помню. Я помню. Говорят, что ее, в принципе, ее кейс чем-то напоминает историю Фрэнсис Фармер голливудской звезды 30-х годов, которая отправилась, которая мечтала играть Чехова, которая в восторге была от Станиславского, поехала в Москву, вернулась, а ей начали говорить, что она сталинистка, что она сумасшедшая. Отправили ее в психушку, где ее замучили электрошоком и в конце лоботомировали. Просто как жестоко. Как жестоко вообще страна в этом. Когда лоботомируют? Я вообще не люблю, когда лоботомируют. я имею в виду очень жестоко, что они в то время в Америке у них чуть-чуть беззаконие как будто было, но поэтому и взлетали люди, ну и поэтому и лоботомию могли сделать. Ну жестоко слишком было, ну типа реальность. Ты если играешь за этим столом, тут может быть любой расклад. Да, ты либо можешь вообще прям взлететь, либо ты можешь пулю получить в лоб. Да, да, да. Непонятно, что лучше. Либо чтобы все средние жили, типа, ну более-менее, знаешь, либо все плохо живут, либо все средние живут. Все богато будет жить, тоже фигня. Да, чем тогда это будет отличаться от Казахстана? Ну да, смотри, у вас же там в Казахстане же цены типа 20-30 тысяч, да? То есть у всех на кармане по факту 20-30-40 тысяч есть, 100 тысяч есть. Хорошая сумма. Но только она есть у всех, она теряет смысл. Понимаешь? Тоже верно. Вот ты, конечно, подкрутил. Денежная масса. За спирт вылетает, значит, короче, огромное количество людей, которые такие фри Бритни. Отпустите Бритни. И проблема случается в том, что ее действительно и нужна была помощь. И очень нужна была помощь. Но проблема в том, что в эту движуху включаются еще люди, сторонники теории заговора. Сейчас геологи, да? Которые это сразу движение обесценивают. Потому что появляется часть движения этого, которые говорят, да, ее убили давно, и это ее голограмма выступает. Или двойник инопланетный. И все сразу такие, ой, ну, короче. И, то есть, вот эти городские сумасшедшие обесценивают реальную акцию, движение. Но потом к движению фри Бритни присоединяются Шер, Мадонна, Билли Айлиш, Ариана Гранде. Ва, девочки. Да. И Нью-Йорк Таймс, Нетфликс и Хулу. Осенью 20-го года журнал US Weekly писал со слов анонимного источника, что Бритни на войне. Она борется за себя, что она пытается спасти, и мы должны ее сейчас все вместе взять и спасти, чтобы она могла распоряжаться своей жизнью. А была же тема там что-то с желтым цветом у нее, помните? Если, типа, ты в желтом, типа, Бритни, если ты, типа, заложник, не можешь там что-то делать, выйди в следующее видео, она выкидывала видюхи где-то в желтом платье. У меня на Бау в желтом платье. Не видели? Нет. Прикольно. Вот такая была там суетная какая-то. У нее была связь с внешним миром через Инстаграм там что-то. И вот эти вот с Фри Бритни вот это, они такие, типа, как-то, ну, сигнал, сигнал дала, да. Я помню, документалка что-то еще какая-то выходила про нее, но я ее не смотрел, но она какая-то популярная была. А помните, в Тик-Токе тоже был, типа, сигнал какой-то, есть у тебя там что-то абьюзит муж, там, покажи, там, вот так, да, вот так, вот так, да, вот так было, да? Что-то палец что-то сигнал, когда его абьюзит жена. Это сигнал... Новолитония. Скрытый сигнал от мужчин. Помогите! Меня обою. И очень долго. Моргаясь азбукой можно по-старому. Абьюзит жена. Абьюзит жена. Абьюзит жена. И, в общем, Бритни начала стремиться к свободе. А, смешно, что-то. Я сейчас смотрю, что этот Томас реально сигнал посылал, сейчас как будто в шутке. Я как бы посмеялся. В общем, адвокат заявлял, что она очень боится отца и впадает в некоторую, даже, ну, столбенеет при его виде, когда он к ней приходит на разговор. Привет, Бритни. Такой, блядь, мальчик с этими бровями. Привет, девочка моя. У него трон из беличьих костей. Из беличьих костей трон. И что там они еще, или белок, и зайцев, да. И корона из зайцев вот такого. Страшный. Ну что, Бритни, ты готова отправиться на следующий концерт? Бритни, я фонат фонетических приколов расслучив, дарма. Папа, папа, ведь я твоя дочка, я люблю тебя, папа, ты же мой папочка. Я тоже люблю тебя, Я тоже люблю, но еще больше я люблю деньги. И он ест деньги, он ест деньги. это уже какое-то японское аниме, знаешь, такое уже, граничащая с психодом, с которого чермен, человек кочмазов сойдет с ума. Йоу, чаро, чувак, чаро, ёоу. Которое ты в 9 лет посмотрел, думая, что это просто мультик. А тебе потом до кошмара все же не прослепил. Да, ты потом просыпаешься по ночам, а-а-а. И тадакимасы, я киро-то. Торо-таэкара киро-то. Кикарамана туру-сира. И ты такой, а-а-а. И мама такая, а я мультик нашла, ты в детстве смотрел. Я его решила тебе сюрприз сделать, на проектор вывезти тебе дома на весь. Пока ты спишь. Неожиданно включи, чтобы ты с утра встал и жду, и обрадовался. От любимого мультика. В феврале до 21 года, 2021 года, Просто было очень много 21-х годов, поэтому решил уточнить. Глянем чуть раньше. В 20-м году Джейми, отец ее, заедал интервью CNN впервые. И он сказал, согласен, у нас есть напряжение в отношениях с Бритней, но я очень люблю свою дочь и очень по ней скучаю. Когда человек нуждается в защите и заботе, я привык защищать и оберегать. О чем я тебе говорил? Такой уж я человек. Интересы семьи для меня на первом месте. Он же так раз говорил? I'm the man. That's just my name. My name is... Джейми. That's my name. Джейми. Джейми Спирс. Yeah. I'm Jamie Spears. I'm American, you know, that's just who I am. Do the right thing. I know, I know, you should... If you're a man, do the right thing. Вот они в натуре интересные такие, да, какие-то театральные. В феврале 21-го года разговоры о том, что происходит в семье Спирс, вышли на совершенно иной уровень, когда вышел документальный фильм «Фрейминг Бритни Спирс», снятый в «Нью-Йорк Таймс». И там говорилось о всех срывах, опекунстве, вообще вся история Бритни там была показана. Там же новый бойфренд Бритни, Сэм Асгари, он дал интервью после выхода ленты, сказал, что будет ждать свою возлюбленную и ожидает удивительного совместного будущего. Сняли? А теперь я на вечеринку, чуваки. Бритни, жду тебя, сестренка. Это ее новый парень, да? Да, Асгари. Иранец? Он какой-то иранец, да. Бурал. В июне 22-го года Бритни выступила в суде с 24-минутной речью с требованием лишить ее опекунства, говорить о том, что ее годами заставляют гастролировать, запрещают иметь детей, всячески злоупотребляют правилами, постоянно заставляют ее делать все, как предписано. Как будто она в женском стендапе, блин. Это было сильно. Прямо один в один, как в женском стендапе. И она не умеет говорить... Нет, это было под прямой речью. От нее говорили. Да, да, что это она такая. Я что, в женском стендапе? Да, да, да. Как утверждает Бритни, ей без весомой причины прописывали сильно действующие препараты, запрещали выходить из дома, заставляли каждый день сдавать анализ крови. Это не было. А потом отправляли на гастроли. Ужас. Также она сказала, что ее отец и каждый человек, кто участвовал в ее опекунстве, должны сидеть в тюрьме, потому что это преступление. То, что они совершили. Ну да, ограничение свободы. Ну, видишь, человека лишили базовой потребности. Сейчас сама Бритни и ее адвокаты добились отменной опеки. И она впервые за всю свою жизнь сейчас находится плюс-минус без особого внимания. А ты подписан? Не следишь за ней? Не, я не слежу. Ну, я знаю, что у нее там какие-то дикие танцы. Да, да. Не, я не подписан. Ты следишь? Она прям страшная, наверное, бывает. Я вот пару смотрел. У меня есть товарищ, который репостит периодически. Напрямую не подписан, но косвенно иногда раз в пару недель. Я такой, ты все танцую. Жутковатая, да, тема? Жутковатая. У нее взгляд жутковатый. Там взгляд не... Абсолютно счастливого человека. Ну, какой-то химически счастливого, как будто, не знаю. Через черт счастливый человек. Знаешь, вот как будто блаженство какое-то у нее. И это так страшно. Она сейчас тут черным подводит чуть-чуть. Да, да, да. Поэтому глаза типа туда глубоко и больше кажутся. Она в первую очередь семью подводит. Нормально. Хорошо. А потом уже себя к черте подводит. Опа. И сейчас Бридни Спирс может жить жизнью женщины, девушки, свободной, гордой. Жить, поживать, да добра наживать. Добра наживать. Матери, экс-суперзвезды, легенды, одной из самых влиятельных людей конца 20-го, начала 21-го века. Я бы хотел Бридни Спирс пожелать. А вот влиятельных ли получается? Влиятельных человек, она точно. А на что она могла повлиять? Ну, на твое восприятие, как минимум, чего там, количество там, мое, твое, на многих, кто был ребенком в то время. Ну, да, да. Это я так накинул, чтобы вдруг что-то произошло. На самую концовку я оставил еще фрагменты. Она стихи же еще начала писать. Есть стих про одного из ее бойфрендов. Это период 2017-го, кажется, года. Она писала про одного из бойфрендов, и он из России. Так. Да, и она писала, и более того, я потом начал читать, и оказалось, что он не просто из России, это вообще один из участников проекта «История на ночь». Но мы не будем говорить, кого, чтобы не подставлять. у них были скрытые там такие, ну, она была, ее влюбленность была. Интересно. Вот же она пишет. Никогда не забуду его лысину. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова